Янтарная комната найдена. Такое заявление сделали в 2021 году польские водолазы. В качестве доказательства действительно предъявили кусочек обработанного янтаря. Они проводили работы на борту немецкого парохода «Карлсру» и затонувшего недалеко от Даньска в 1945 году. За тем, что поднимали водолазы на поверхность, стал следить весь мир. Стометровый зал в Екатерининском дворце Царского села, отделанный золотистым янтарем, от пола до потолка называли «восьмым чудом света» еще 200 лет назад. Когда польские водолазы вскрыли все трюмы «Карлсру» и обнаружили фарфор, рамы от картины и даже сами холсты, но все-таки не янтарную комнату. Так рухнуло, точнее затонуло, одна из самых популярных версий исчезновения шедевра, что ящики с янтарем ушли на одном месте с этим пароходом. Самое крупное месторождение янтаря в мире находится на побережье Балтийского моря. Когда-то эти земли принадлежали Пруссии. Местные мастера и создали янтарный кабинет для своего короля. Петр I впервые увидел немецкий янтарный кабинет во время поездки в Пруссию. Он восхитился тонкой работой и получил шедевр в подарок. В ответ Петр преподнес королевскому брату кубок собственной работы и пообещал послать к отбору 55 русских гренадеров. На 18 телегах под охраной драгуны янтарное убранство было отправлено в новую столицу Российской империи – Санкт-Петербург. Она конструктивно состоит из двух таких больших элементов. Из того янтарного кабинета, который Фридрих подарил Петру в 1717 году. И из того, что уже при Елизавете Растрелли в нее добавил. То есть, соответственно, на элемент немецкий и элемент русский. Обустроить янтарный кабинет именно в Екатеринском, в Борце Царского села, решила уже дочь императора Елизавета Петровна. Но подарок из Пруссии оказался меньше, чем выбранное помещение. Поэтому архитектор Бартоломео Растрелли решил добавить новый элемент, тоже из янтаря. Янтарная комната переехала в Царское село, и там нужно было ее доделывать. Это, конечно, поляки. Потому что Гданск нынешний, он тогда назывался Данцинг, и там была большая мастерская. Датчане, конечно, ну и, конечно, Восточная Пруссия, Германия. То есть, если вот это все собрать, мы понимаем, что это вообще вот такой коллективный труд. Ну и, конечно, великие Растрелли, который это все, в общем, собрал воедино и сделал то, что мы сегодня видим. Последние изменения Растрелли внес в убранство янтарной комнаты уже по поручению Екатерины Великой. После 1917 года императорский дворец стал музеем, а янтарная комната – одним из его главных экспонатов. Куда пропала янтарная комната? В сентябре 1941 года пригороды Ленинграда заняли немецкие войска. В первых числах октября в Екатерининском дворце появились два офицера-искусствоведа, выполнявшие специальные поручения фюрера. Они заявили, что янтарную комнату выбрали для музея Гитлера в австрийском городе Линц. Однако, как известно, до Линца шедевр так и не доехал. И сейчас. После начала войны в музеях царского села почти не осталось смотрителей. Они смогли отправить тыл лишь особенно ценные картины и скульптуры. Тяжелые янтарные панели оставили у дворца для защиты, оклеили бумагой, а сверху проложили вату и марлю. Вы представьте себе, что это помещение 100 квадратных метров. Оно все было декорировано вот этими деревянными дубовыми панелями, которые были облицованы вот этим янтарем материалом. А кто там остался работать в Екатерининском дворце-музее? Это женщины? Им просто физически. Но это моя фантазия, конечно. Я думаю, что это именно так. Невозможно было это все демонтировать. Итак, к 10 октября 1941 года 6 человек из немецкой строительной роты под руководством унтер-офицера демонтировали панели с янтарем, затем упаковали и увезли в первый пункт назначения Рига, где находились временные склады. Говорили, к янтарю у Адольфа Гитлера было особое отношение. Он считал, что этот теплый камень имеет целебные свойства, помогает при судорогах и ревматических болях, которыми страдал фюрер. Возможно, поэтому-то ему и нужна была янтарная комната, а не только как главный экспонат. Но шедевра из царского села Гитлер не получил. Вместо Риги, куда изначально планировали вывезти янтарную комнату, панели доставили в Кенигсберг. И все для того, чтобы показать шедевр публики. Об этом фюрера лично попросили гауляйтера Восточной Пруссии Эрих Кох и доктор Альфред Роде, директор художественных собраний города. Колонна грузовиков с усиленной охраной прибыла в Кенигсберг поздно вечером. Под присмотром доктора Роде и его помощников солдаты осторожно разгрузили ящики во дворе Кенигсбергского замка. Несколько дней шедевр собирали в небольшом зале, работали даже ночью при свечах. Однако треть панелей из царского села, созданных при Елизавете Петровне, оказались лишними. Их опять сложили в ящики и отправили в подвал прусского имперского банка. Хранилище было надежно укреплено, и сам банк был связан с другими зданиями, подземными туннелями. В Калининграде очень много подземелий. Там у них катакомбы, там у них форты, там у них укрепления, бункеры, бункеры. Там и старинные, начиная с древних времен что-то, и во время войны там очень много бункеров. До сих пор не все обследовано, как не стараются ученые, как не разгребают все эти завалы. Но все еще не раскрыто до конца. Именно в Кёнигсбергском замке следы янтарной комнаты теряются. Даже если от янтарной комнаты что-то и осталось, то это уже курицы. Фрагменты, осколки, обломки. На месте Кёнигсбергского замка, где в последний раз выставлялась янтарная комната, они обнаружили только пепелище. В апреле 42-го в янтарный кабинет пустили зрителей. Это был фурор. В столицу Восточной Пруссии специально приезжали из других частей Германии увидеть возвращенный шедевр. Немецкая пропаганда утверждала, что кабинет вырвали из рук восточных барваров. Именно в Кёнигсбергском замке следы янтарной комнаты теряются. До августа 44-го года там ее видели сотни людей. Когда начались бомбардировки города британскими ВВС, шедевр опять разобрали. Погрузили в те же ящики, в которых привезли. И вот здесь достоверные факты заканчиваются. Остаются лишь версии. Куда исчезла янтарная комната? Говорили, немцы спрятали ее в подземельях. По другой версии, шедевр все-таки вывезли в Германию морем. Согласно Третьей, янтарная комната погибла в пожаре. Замок в центре Кёнигсберга был хорошо укреплен. Вокруг дополнительно была возведена еще и система фортов, многие из которых имели подземелья и были связаны тоннелями. Причем детальный план подземных сооружений знали всего несколько человек. Среди них последний немецкий комендант Кёнигсберга Отто фон Ляш, а также гауляйтера Восточной Пруссии Эрих Кох. Ведь именно он по приказу Гитлера и занимался обустройством секретных хранилищей крепости. По отдельным идеям, что она даже не доехала до Калининграда. Кто-то говорит, что она там на месте по подземельям. С этого и вычисляют, пытаются документы найти. Очень много вещей можно отыскать в воспоминаниях немецких офицеров, генералов, которые связаны были с вывозом имущества. Поэтому пытаются архивы, библиотеки. Бункеров, где немцы прятали исторические ценности, вывезенные из СССР, Польши и других стран вокруг Кёнигсберга было много. В том числе укрепленных железобетонными конструкциями. Среди самых крупных историки упоминают бункер Эрика Коха. Длина его тоннелей достигала 40 километров. Ценности туда перегружались с кораблей и свозились железнодорожными вагонами. Для этого построили специальную узкоколейную дорогу. Даже если от янтарной комнаты что-то и осталось, то это уже, как говорится, фрагменты, осколки, обломки. Потому что янтарь при условиях, если его запихать вот так вот в шахту холодную, сырую, ну, вряд ли эти янтарные панели все это дело пережили, тем паче, что прошло уже столько времени. Не так давно, в 2006 году, одна из поисковых организаций заявила, что нашла именно тот самый бункер, в котором были спрятаны янтарные панели. Но предъявить миру свою находку специалисты так и не смогли. Документально подтверждено лишь, что по приказу Германа Геринга янтарь был очень тщательно упакован. Его хранение рассчитывалось минимум на 150 лет. Куда пропала янтарная комната? Когда в апреле 1945 года в Кёнигсберг прибыли советские специалисты, которые занимались розыском ценностей, вывезенных из музеев СССР, на месте Кёнигсбергского замка, где в последний раз выставлялась янтарная комната, они обнаружили только пепелище. Пожар в центре города вспыхнул буквально на следующий день после завершения боев. Хранитель музея в замке Доктор Роде пытался организовать тушение, но огонь, по его словам, уничтожил почти все ценности, которые там собрали и частично спрятали в подвалах замка. Так что версия о сгоревшем янтарном кабинете основана на его словах. Доктор Роде был одним из последних, кто видел янтарную комнату до того, как ее стали готовить к эвакуации и запаковали ящик. По официальной версии, вот эта вот немецкая малая часть погибла в пожаре. На самом деле, действительно она могла погибнуть в пожаре. В частности, после налета авиации союзников, когда в замке возник пожар, еще до входа туда наших войск, оплавились цоколи у стен янтарного кабинета, и об этом была служебная записка. Искусствоведы из Советской комиссии были готовы поверить доктору Роде, но офицеры НКВД нет. Когда следователи госбезопасности решили снова опросить доктора, выяснилось, что он умер. Утверждалось, Роде и его жена скончались от тифа. Но именно с хранителя музея начинается цепочка смертей тех, кто, как говорят исследователи, был причастен к исчезновению и поиску янтарной комнаты. В 1945 году майор госбезопасности Иван Курица погиб в аварии. Его информатор был найден задушенным. Бывший гауляйтер восточной Пруссии Эрик Кох, добившийся перевозки комнаты в Кёнигсберг, неожиданно умер в тюрьме. Потом погиб следователь, который вел его дело. Позднее подполковник восточно-германской спецслужбы штази Пауль Энке и кладоискатель Георгштайн. В 1992 году в Москве в автокатастрофе разбился первый замначальника ГРУ генерал Юрий Гусев, который накануне объявил, что знает, где находится янтарная комната. Ее искали, конечно, искали. Но искали так, ну как вам сказать, искали. Первая комиссия, которая приехала по поиску ценностей вообще Кёнигсберга, восточной Пруссии, была сразу после войны. Это был какой-то 1945-1946 год. Такой был профессор Брюсов. С комиссией они приехали. Ну, представьте себе, вот этот город, Кёнигсберг того времени. Игентарную комнату должны были вывезти из Кёнигсберга. Историки называют два парохода. Карлс Руя и Вильгельм Гуслов. Все это засекречено. По документам ничего не понятно. Части игентарной комнаты продолжают всплывать. После смертей доктора Роде майора Курицы и его информатора советские специалисты еще раз осмотрели руины Кёнигсбергского замка. В этот раз обратили внимание, что на пепелище много обгоревших досок и даже гвоздей. Но не было медных креплений, которыми соединяли детали из янтаря. Кроме того, ни одного кусочка расплавившегося солнечного камня. Гентарную комнату должны были вывезти из Кёнигсберга. И, мало того, возник большой скандал, что это не сделали вовремя. Но, тем не менее, когда собрались, когда ее упаковали, когда ее уже приготовили к вывозу в Германию, в этот момент железнодорожное сообщение уже было перерезано. Была версия, что ее пытались вывезти на пароходе. Красная армия и союзники отрезали сухопутную связь Кёнигсберга с Германией еще в феврале 1945 года. Оставался только морской путь. Куда пропала янтарная комната? Историки, которые утверждают, что янтарную комнату немцы все-таки сумели отправить из Кёнигсберга, называют два парохода. Карлс Руя и Вильгельм Гуслов. Остальные суда не подходили по своим размерам для перевозки такого груза. Несколько десятков тяжелых, нестандартных ящиков. С января по март 1945 года из Восточной Пруссии были вывезены немецкие госпитали и производство. Важнейшие архивы национал-социалистической рабочей партии и, конечно, культурная ценность. Живопись, культура, книги, даже старинная мебель. Все это засекречено, по документам ничего не понятно. Как один из вариантов, в том числе могли куда-то на морских судах вывозить. Потому что до сих пор там находят, даже около берега, насколько я знаю, есть большие поисковые магниты такие вот. И ребята, любители, заплывают на катерах, лодках, швыряют в воду и вытаскивают всевозможные немецкие притопленные вещи. Вплоть до того, чтобы поднимали какой-то железный сундучок, открывают, а там форма военная сложена, документы там, какие-то награды. Целый вот такой офицерский ящичек. Но, как выяснили польские водолазы, в 2021 году на борту Карлсруи янтарной комнаты не было. Значит, ее могли погрузить на Вильгельма Гуслафа. Известно, что этот пароход был потоплен подводной лодкой легенды советского флота Александра Маринеска. Маринеска заметил огни на палубе Вильгельма Гуслафа, когда капитан лайнера ждал тральщики сопровождения. Подводная лодка С-13 заняла позицию между пароходом и берегом. Командир выбирал момент для атаки. Первой пошла торпеда с надписью «За родину», второй – «За советский народ», третий – «За Ленинград». Однако уже после войны выяснилось, что перед своим последним рейсом в Восточную Пруссию Вильгельм Гуслаф не заходил. Значит, погрузить на него ценности из Кёнигсберга не представлялось возможным. Но вот что любопытно, части янтарной комнаты продолжают всплывать. Так, один из немецких офицеров, который участвовал в похищении шедевра из царского села, отправил домой сувенир – лавенкийскую мозаику, осязание и обоняние. Она была обнаружена в начале 90-х годов. Когда было такое вообще очень знаменательное в нашей жизни событие, и была найдена в городе Бремена одна из флорентийских мозаик, которая долгое время провисела где-то в квартире, там чуть ли не в ванной, и когда хозяин умер, его сын, там что-то, в общем, много было всяких легенд. И это был такой очень знаменательный для нас момент. Когда нашлась эта мозаика, мы свою уже сделали. Понимаете, эта мозаика называется «Аллегория обоняния осязания». Она довольно сложная по конструкции, по своей цветовой гамме, по технологии. Это сложное произведение такое, которое требует очень много усилий, и самое главное – большого количества материала, цветного камня, из которого это все делалось. Потому что каждый камушек – это цвет. В начале работы у реставраторов было лишь около 40 черно-белых фотографий до военного времени, несколько акварелей и воспоминания тех, кто видел янтарную комнату накануне Великой Отечественной войны. Помимо, собственно, реставраторов-камнерезов, которые занимались изготовлением всех этих деталей декора, всех кусочков янтаря, подгонкой, строго по тому, как они были на фотографии, еще работали специалисты по янтарю, которые, глядя на черно-белую фотографию, пытались вычислить, а какого же цвета, какой оттенок должен был быть. Вот здесь вот что, получился вот такой рисунок. Восстаздание янтарной комнаты шло с 1981 по 2003 год. Немецкая компания «Рургаз» в 99-м году выделила на завершение работ 3,5 миллиона долларов с условием, что реставраторы успеют к 300-летию Санкт-Петербурга. И они успели. Мастера скурпулезно восстановили янтарную комнату в ее довоенном виде. Это было решение, в общем, такого политического характера, потому что, ну что такое янтарная комната? Это же прежде всего символ, да, символ реституции, символ вот утраченных в годы Второй мировой войны ценностей. И, конечно, было очень важно на тот момент, собственно говоря, прогреметь на весь мир, что вот мы сейчас восстановим то, что было когда-то утрачено. Да, тогда, ну, эта история вышла на очень высокий уровень. Вот. И было много сторонников этого, в общем, проекта. И было много противников, конечно. Потому что все понимали, конечно, что это деньги. И немалые деньги. Что это проект долгосрочный такой, что за два дня не сделаешь. И самое главное, не было опыта. Воссозданную янтарную комнату торжественно открыли во время празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Почетными гостями были Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шедор. Но парадная церемония в Екатерининском дворце не стала финалом истории янтарной комнаты. Ее поиски продолжаются. Ведь даже если резные панели пострадали от времени и воды, куда же исчезли несколько сотен килограммов янтаря? Он, как и нефть, ресурс для планеты Земля. Невосполнимый. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин